Сретение Господне входит в список 12 самых значимых праздников в году. В этот день вспоминают встречу старца Симеона и младенца Иисуса, произошедшую в Иерусалимском храме на 40-й день после Рождества. По традиции, во всех православных церквях мира сегодня проводятся праздничные службы. Приходим сюда, чтобы принять участие в божественной литургии, чтобы прочиститься святых тел и крови престолой, чтобы обрести благодать Божию. Здесь совершаются особые церковные службы, здесь возносится соборная молитва, именно здесь, в храме, мы себя осознаем единым телом Христовым. Именно в храме мы понимаем, что мы братья и сестры во Христе. И мы должны любить храм и как можно чаще бывать в нем. Верующие в этот день празднуют встречу с Богом. Лишное сретение, по мнению богословов, случается и в жизни каждого уверовавшего человека. Когда мы приходят впервые в храм. В церквях освящают свечи, которые верующие затем забирают домой и зажигают во время чтения молитв. Эту традицию православные переняли от католиков еще в 1646 году. Для нас Бог это как-то все. Он у нас в душе, нам с ним живется спокойнее, легче. И поэтому очередная встреча с Богом дает какое-то умиротворение, успокоение. Поэтому мы приходим и радуемся этому. В народе сретение связывали со встречей зимы и весны. Последние морозы принято называть сретенскими. В былые времена верили, какая погода на сретене, такое будет весна. Мэри Илчан, Григорий Плешаков, События.